Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор от компании TechMinus, я Артур Изятул. Крипто-энтузиасты в США предпринимали множество попыток получить одобрение комиссии по ценам бумаги на создание легальных деривативов на основе биткоина, которые можно будет затем предложить частным инвесторам, однако все попытки, кроме последней, оказались безуспешными. Стоит вспомнить, что комиссия по ценам бумаги несколько раз отказывала и откладывала положительные решения, обосновывая это неясным ценообразованием на криптовалютном рынке, подверженностью рынка манипуляциям, экстремальной волатильностью, а также отсутствием надлежащего надзора со стороны регулятора. Этот небольшой список причин для отказа был характерен для ранних заявок, которые были сделаны в 2016 и 2017 годах. Позже комиссия по ценам бумаги смягчила свою позицию, во-первых, добавив в официальный ответ такой, будем говорить, дисквеймер, что отказ не мотивирован той или иной оценкой практического значения или инвестиционной ценности биткоина. Во-вторых, уже в рядах комиссии по ценам бумага начал происходить раскол. Некоторые члены комитета критиковали мнение большинства за то, что критика заявок сразу же устремляется в русло обсуждения изъянов криптовалютного рынка, минуя, например, возможность заявителя так специфицировать контракт, чтобы обеспечить ликвидность или отсутствие манипуляций, или возможности контроля заявителем рынка с его продуктом. Преимущество первого хода на рынке, то есть создание инвестиционного продукта на том рынке, который уже продемонстрировал, невиданный для, будем говорить, экзотических активов потенциал капитализации, почти 1 триллион долларов на пике, благоволение отдельных членов комиссии по ценам бумагам не давали покоя создателям финансовых продуктов в США, и в 2019 году они все-таки нашли вазейку. Onex Securities и SolidX Management, это две компании, которые уже ранее пытались придумать, как же все-таки предложить биткоин инвесторам в США легально, планируют начать продажу акций ограниченного крипто взаимного фонда, то есть ETF, уже в четверг. Компании использовали поправку комиссии по ценам бумага 144А, они вы можете, например, прочитать в инвестопедии, которая, эта поправка позволяет делать публичное размещение цен бумаг, не зарегистрированных в комиссии по ценам бумага. А этот статус и будет иметь акции нового криптофонда. В общем случае, это преступление, на самом деле, потому что не зарегистрированные ценные бумаги можно реализовывать путем только частного размещения. Если кто-то попробует не зарегистрированные ценные бумаги в комиссии по ценам бумага продать через публичное размещение, это уже будет считаться преступлением. И так как частное размещение, например, продажа компании акции своим сотрудникам, комиссия по ценам бумага обязывает, будем говорить, акционеров этих, которые получили акции через частное размещение, обязали их держать акции как минимум два года перед тем, как они могут их перепродать. И причем перепродажа должна происходить только с уведомлением комиссии по ценам бумага. Поправка 144А позволяет делать публичное размещение именно не зарегистрированных бумаг, но только квалифицированным инвесторам, квалифицированным институциональным инвесторам. О них вы также можете прочесть в инвестопедии. Среди них это, конечно же, банки, кредитные и сберегательные союзы, инвестиционные и страховые компании, компании, которые имеют вложение в акциях как минимум по размере 100 миллионов долларов, но при этом есть одно важное замечание, изучение именно особенностей поправки 144А показало, что для незарегистрированных ценных бумаг, коими будут как раз таки акции нового криптофонда, которые будут размещены через публичное размещение, у новоиспеченных инвесторов, которые их купят, есть период в держании этих ценных бумаг. Это как минимум 6 месяцев. И другими словами, купив акции данного криптофонда, квалифицированный инвестор обязан будет, как бы мы говорим так, оставаться инвестором в течение как минимум 6 месяцев, то есть он не сможет после покупки акции этого криптофонда сразу же их продать, если он увидит, что цена, предположим, пошла не в его сторону, если конъюнктура ухудшилась на криптовалютном рынке, то есть он, будем говорить, не сможет сразу, грубо говоря, спрыгнуть. Неизвестно, отпугнет ли это квалифицированных инвесторов при текущей непредсказуемости рынка, криптовалютного рынка. Это покажет время и, что более важно, объемы продаж акций криптофонда с точки зрения сигнальной функции. Это будет говорить о среднесрочных ожиданиях китов. То есть если объемы будут большие, это значит, что инвесторы, которые выкладываются, они соглашаются держать биткоины, грубо говоря, средства в течение шести месяцев без возможности продажи этих акций и означают, что они ожидают, что цена как минимум будет находиться на том уровне, на котором будет произведена покупка. На мой взгляд, с точки зрения прогресса в легализации биткоина, данный криптофонд имеет минимальные последствия, так как в итоге цены бумаги так и не были одобрены, зарегистрированы в комиссии по ценам бумага. То есть акции этого криптофонда так и не были зарегистрированы в комиссии по ценам бумага. Но с точки зрения ожиданий крупных игроков, динамика торговли будет весьма полезна и ее стоит отслеживать. А на сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.